Привет, друзья! Сегодня будет новое видео с новыми работами моих заказчиков. Напоминаю, что под каждым видео есть описание к нему. Не забывайте туда заходить, там есть полезные ссылки, связанные с темой видео, как, например, ворота зацсистема, соответственно, утепление ворот, автоматизация, ворота в гараж, во двор, различные типы. Правильно пользуйтесь инструментами YouTube. Плюс ко всему, не забывайте ставить лайки, либо дизлайки, если вам почему-то не понравилось видео. Напишите в комментарии, почему это поможет мне улучшить мой контент. Там же под видео вы найдете мои контакты, потому что один из первых вопросов, которые задают мне, это как с вами связаться. Ребята, все контакты в описании под видео. Напоминаю, что мой канал работает как конструкторское ателье, и весь контент, который вы видите на канале, создается благодаря вашим заказам. Обращайтесь, пишите. Я, по мере сил, помогу вам воплотить ваши конструкции в жизнь. Итак, смотрим новое видео. У нас калиточка, тут еще ручка. Это, кстати, к вопросу о использовании счетового уплотнения в условиях России и Сибири. Заказчик установил, использовал в течение зимы. Очень доволен. Знаете, они сами уходят? Услал видео. Все. Здесь они полностью... Здесь вот эта щетка, она плотно прижимается, поэтому ее надо с усилием немножко выдергивать. Вот они, кашли пты, которые дожимают. И кружимы. То же самое. Обратно. Надо запустилась в ручку, летит. Она мне вот с этим вот обмотает. Небольшое усилие вниз. Все. Внутри отапливается. И все, вот они открываются. Изнутри можно. Вот так вот делать, сейчас покажу. При потребности можете установить щетку в два контура. То есть тут хватило и одного. Завершил ворота. Затсистема. Размер воротины 3 метра на 2,78. Автоматизировал их электроприводом. Сейчас покажу, как это все работает. Вот так открывается. Вот пошло закрытие. Вот так закрылось воротину. А теперь крутейшие ворота из Одессы, обшиты алюминием. Сделаны за три дня. Здравствуйте, Александр. Ну вот, привод стоит. И вот ваши ворота. Все очень быстро закрывается. И все хорошо работает. Красиво. Большое. Следующее видео у нас тоже из Одессы. Это самые навороченные ворота, которые только предаводилось мне видеть. Затсистема, у которой есть и пульты, и привода, утепление, щетка, да еще и парктроник. Условия их установки этих ворот были очень сложные. Сейчас вот расскажу. Начну с того, что были распашные ворота, и они очень были впритык для машины. То есть высота при наезде вот колесом оставалась буквально пару сантиметров. Нужно было поставить подъемные ворота в проем, где нету притолоки. И вот особенности проема. Двери, балки и тому подобное. Была разработана схема этих ворот. И далее произведен расчет. Ворота были сделаны у нас в Виннице. И потом в разборном виде отправлены в Одессу, где Олег сам на месте их все собрал и установил. Так как Олег, вот все, ворота готовы. Если там баклажка висит, имитирует вес профнастила, но она еще выдержит. Просто мы, видите, пружины вообще не натянуты, они болтаются. Потому что иначе закрывать очень тяжело. Так, теперь закрываю. Тут приходится приложить усилия, потому что профнастил встанет, все будет нормально. Так, вот они закрылись. Все, четко. И замок закрывают, фиксируют внизу. Ну, там будет, тут же порога нет, да. То есть будет в клитке или в чем-то, в полу, где оно. Вот они, хоп, открылись. Это вот ворота с нулевой придолокой, да. Видите, тут оно совсем рядышком. Вот так. Торговое место на рынке. Ворота зад-системы по Сашиным расчетам. Все работает отлично. Ворота держатся в любом положении. Открываются лягусенько. Что характерно, почти без притылки. Места по подылкам там практически нет. Что не мешает им отлично работать. Спасибо еще раз Саше. Система рабочая. Система суперудобная. От себя добавлю, что Владимир сделал эти ворота реально за три дня. Пока я подготовил пружины, они уже все сварили. Все уже было готово. Места в контейнере действительно было очень мало. Но все, как видите, разместили. Все поместилось. Вообще для заказа ворот вам нужно указать четыре параметра. Высоту, ширину, высоту притолок и расстояние от края проема до стены. Ворота Z-системы в конструкции Александра Илья Щупа показывают, как работает. Можно так оставить, в таком положении. Можно в таком положении оно фиксируется. Открываем полностью. Фиксируется в таком положении. Кому интересно, можете заказать такие ворота. Чертежи, расчеты делает Александр Илья Щуп. Найти вы его можете в интернете, в том же самом Ютьюбе. Показывает, как закрывается. Спасибо Игорю за рекламу. Рекомендую обращаться к нему. Классный мастер из города Изюм. Если вы проживаете где-то рядом, обращайтесь. Это уже не первые ворота, которые мы делаем к ним вместе. Конструкция на четырех ворота. Зайди, смени. Зык ворота. Смотри. Показываю снутри. Уступ ручки еще нет. Вот как работает механизм. Тут пружины у нас, тут амортизаторы. И решение. Открываю снутри. Здравствуйте, Александр. Наконец-то мы закончили наш проект. По вашим расчетам, могу показать, как оно работает. Приводы Алютех. Крепление на рейку длиной 3-4 метра. В общем, все сделал самостоятельно. Смотрите на результат. Смотрите на результат. Здесь просчет одного амортизатора достаточно. На двух амортизаторах он не работает. Необходимо заменить. Поставить на меньшие, потому что ворота обратно не могут продавить возврат каретки. Открылись. Открылись. Давай. Открылись. Открылись. Добрый день, Александр. Сделаем уроку. Вот. Сделаем уроку. Сделаем уроку. Открылись. Открываем уроку. Так она тримается. Все чудово. Все чудово. Система працює чудово. Кому потрібно? Звертайтесь до Александра. Олександр вам поконсультує, зробить, допоможе. Все чудово. Все. Все. Всем дякую вам. Все чудово. 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 Открой калитку. Все чудово. Все чудово. Все чудово. Изберяй. Все чудово. Все чудово. Все чудово. Буду очень рад, если вам понравилась наша совместная работа. Если вас заинтересовала конструкция WZ-системы, обращайтесь ко мне либо на сайт, либо пишите в мессенджеры. Где искать, вы уже знаете. Комментарии и описание под видео. Жду ваших новых заказов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok